Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Ватман, и как заметили многие игроки, во время месяца Хэллоуина на дорогах стали появляться Церберусы, которые охотятся за игроком, когда тот угоняет экспортный транспорт. Я лично выполнил пару доставок, но так ни разу данный грузовик и не встретил. Это случайное событие, которое спавнится не у всех. А именно, он появляется в 12 местах, нужно быть в сессии больше 16 минут и ехать на обычной машине, а не на вертолёте или каком-нибудь опрессоре. Данный квест является отсылкой к фильму Стивена Спилберга «Дуэль», в котором, похоже, грузовик преследовал водителя на красной тачке. Но есть человек в GTA Online, которому всегда попадаются все случайные события. Это Малина, и она любезно записала и смонтировала все эксперименты, которые провела над этим грузовиком. Спасибо ей большое за проделанную работу. Сейчас я расскажу вам о результатах издевательств над Церберусом. Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо проще заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей любых современных консолей. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В общем, ссылка в описании. Итак, увидели вы на карте синюю точку. Это может быть что угодно. Квест по поиску металлоискателя, квест по поиску карабина, сходка наркоманов и в том числе экспортный транспорт. Оказавшись возле него, осмотритесь. Церберус, если это событие у вас началось, всегда стоит где-то неподалёку. Он будет стоять до тех пор, пока вы не сядете в экспортную тачку. Ну а также можно просто сдвинуть транспорт с места, например, протаранить его другой машиной. В этом случае Церберус также срывается с места и начинает вас преследовать. После пяти минут преследования Церберус прекращает за вами гнаться. Во время погони есть две проблемы. Это искусственный интеллект и интеллект разработчиков. С искусственным всё понятно, он несовершенен и ждать от него сложных вычислений не стоит. Что там с уровнем IQ разработчика, который додумался поставить огромный грузовик в очень узкое место. Но не всегда, конечно, иногда грузовик паркует нормально. Изначально, пока вы не сели в транспорт, грузовик просто стоит. И пытаться его уничтожить бессмысленно. Он бессмертный. И даже атомизатором его с места не сдвинуть. Бомбы-липучки в этом случае также бесполезны. Короче, грузовик в режиме ожидания. На него могут наводиться ракеты, но вреда они тоже не причиняют. Но зато этот грузовик не может устоять перед багги-рампой. Так и норовит оседлать её или пуститься с ней во все тяжкие. В общем, при должном желании и терпении Церберуса можно передвинуть куда-нибудь в реку, например. Правда, багги-рампа тоже может стать жертвой ковша Церберуса. Когда завели тачку или сдвинулись с места, уничтожить грузовик уже можно. За рулём сидит невидимый NPC, который преследует вас в течение пяти минут. Если за это время он вас не убил, то потом он просто пропадёт. Церберус остаётся стоять посреди улицы. Что насчёт прочности? Данный грузовик держит три бомбы-липучки. После чего начинает дымиться. Выглядит это довольно устрашающе. На четвёртую или пятую бомбу его уже можно взорвать. Тут всё зависит от того, сколько повреждений он получит за время преследования. А в случае с малиной ему здорово досталось. Зато мы узнали, что Церберус имеет пулестойкие покрышки и восприимчив к электромагнитному импульсу. В общем, катающийся за вами Церберус имеет такую же защиту, как ваш личный, прокачанный в мастерской ареной. Также Церберуса можно подцепить каргабобом. Но грузовик очень тяжёлый, как Бэтмобиль, и подняться с ним в воздух не представляется возможным. В целом, какой-то серьёзной опасности данный грузовик не представляет. Он охотится за вами в течение пяти минут, и большую часть этого времени Церберус целует стены и ограждения. Из-за своих габаритов он не способен нормально перемещаться по городу. Но если вдруг он вас догонит, если что, ему надо поддаваться, то он осадит вас на свой ковш и устроит вам американские горки. Это событие простенькое, но интересное. Приятно, что на фоне случайного удаления из игры практически всего античета, Rockstar продолжает радовать нас тематическим контентом. Напишите, попадался ли данный грузовик вам, и что самое негуманное из своих фантазий вы на нём осуществили. А у меня на этом всё. С вами был Ватман. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»